Сегодня хочу проповедовать на тему «Бегите так, чтобы получить». Другими словами, играйте так, чтобы получить. Молитесь так, чтобы получить. Идите в церковь так, чтобы получить. Проповедуйте так, чтобы иметь. бегите так чтобы получить почему я хочу проповедовать на эту тему во-первых потому что бог он не сдающий бог слава ему во веки во вторых надеюсь что вы пришли чтобы что-то получить дальше хочу сказать что это только потому что это крик моей души я вообще поменял тему перед собранием и хочу об этом говорить только потому что богу богу не нравится безразличное сердце сердце никем и ничем не увлеченные сердце которое просто холодное равнодушное для бога ну и ко всему этому еще не так давно закончилась олимпиада поэтому я думаю что это будет именно то слово которое нам просто жизни но необходимо бегите так чтобы вам получить не так совершенно недавно один молодой человек рассказывал мне что порт я еду по арлинтон экспресс и вдруг говорит из леса выбегает человек и летит к дороге на большой скорости и машин было не так много но машины двигались но он бежал так как будто он не обращал на них внимание вообще как будто их не существовало и у меня был такой удивительный интерес почему он бежит откуда он бежит куда он бежит смотрю вроде бы никто не гонится а он бежит невероятным бегом и когда он уже добежал до дороги я увидел что из леса выбегает полицай с пистолетом и гонится за ним и он добежал до разделительной полосы там есть такая сетка в один момент перепрыгнул этот это ограждение но дальше было движение насыщенное и он остановился остановился потому что впереди была смертельная опасность хотя тот уже добежал до дороги но там еще была надежда на какую-то милость а вперед двигаться никак было нельзя и он застыл и моя горд была проблема что я ехал я не мог стоять и я уже проехал так что я не могу видеть чем все это закончилось но у него было желание огромное желание видеть что же произошло потом поэтому бегите так чтобы получить вы знаете что в свое время шекспир он сравнивал жизнь человека с театром апостол павел он сравнивает жизнь человечества на земле со со соревнованием каким или со стадионом и на жизнь так устроена что бегут все и когда вы услышали мою тему или призыв то кто-нибудь например от уже здесь кроме как на коляске вообще двигаться не может и он может так сказать ну бегите пожалуйста я как-нибудь помаленьку но библия говорит что так устроена жизнь что бегут все но но при этом 11 получает награду и вы можете решить для себя но если один значит немного значит как вывода стоит ли вообще бежать и может быть поэтому многие остановились но апостол павел и слово божье призывает нас бегите так чтобы получить независимо от возраста и от вашего состояния вы можете выиграть вы можете что-то получить поэтому это наша надежда наше утешение кто-то однажды сказал что пока человек любит он не старый поэтому бегите так чтобы получить бежать можно по разному но вы бегите особенно бегите так чтобы достигать результата и цели и место которое мы можем читать сегодня вместе это 1 коринфянам 924 не знаете ли им что бегущий на ресталище на соревнованиях бегут все но один получает награду так бегите чтобы получить и так награду получает первый кто оказался лучше остальных и я немножко скажу вам за этого первого человека или запобедителя для каждого из нас есть сферы жизни или есть определенные дела в которых мы можем быть первыми то есть другими словами для человека важно узнать свое призвание и исполнить его так чтобы быть лучшим своем призвание поэтому бегите так чтобы получить что это значит соревнования есть например на разных уровнях например есть соревнования ветеранов которые уже оставили активный спорт но тем не менее они еще что-то делают бегают и вот они на своем уровне они могут быть лучшими поэтому независимо то 70 80 вам лет бегите так чтобы получить бегите не просто ради бега не просто делайте вид что вы куда-то стремитесь или бегите делайте все возможное чтобы получить награду бегите так как будто от вашего действия зависит ваша судьба она точно от этого и зависит скажите пожалуйста вот вообще вы видите себя среди бегущих вообще в реальной жизни жизнь она выглядит приблизительно так это есть бегущие потом есть те которые сказ уже решили в сердце это не для меня и я этим никогда заниматься не буду и есть еще еще есть те которые которых можно назвать просто зрители видите ли вы себя среди бегущих как это можно узнать для себя лично бегущие это не зрители это не те которые критикуют и подсказывают другим они знают правила бега бегущие это нет люди теории которые знают просто что делать просто что делать нет это те люди которые знают но тем не менее они решили что стоит бежать видите ли вы себя среди бегущих что стоит бежать что вы знаете правила бега что вы последовали за христом отвергнув себя и стали на его узкий путь вы на ресталище вы на соревновании видите ли вы себя среди бегущих в чем есть проблема все болельщики они знают что надо делать когда и как они подсказывают и игрокам и судьям но не никогда не получают наград никогда потому что награды получают кто бегущий так бегите чтобы получить мне хочется чтобы дух святой зажег ваше сердце и ускорил ваше движение к той заветной цели куда вы все стремитесь во имя иисуса и так какие же правила для бегущих какие правила мы должны знать первое бегите не останавливаясь бегите не останавливаясь не останавливаясь и не оглядываясь назад апостол павел говорит потому я бегу послушайте он не говорит я бежал он не горит я неплохо бежал он не горит в молодости я хорошо бегал он я бегу я не думаю что эти слова он сказал молодом возрасте и это в данном моменте не имеет значения но я продолжаю я бегу потому что цель еще не достигнута я еще не все совершил и сделал и этот я бегу бежать необходимо даже из последних сил как только вы остановились это значит что вы точно проиграете то есть удачи вам просто не видать но бегущие они достигают цели во имя иисуса поэтому бывает трудно и библия говорит терпение нужно вам чтобы исполнивший волю божью получить обещанное не сходи с дистанции не уходи в отпуск но свято соблюдай свой сосуд чистоте и святости достигай возвышенных целой беги чтобы получить один практический пример как я уже вам сказал с прошедшей олимпиады rus русские девушки они получили золотые медали в эстафете то что было интересно что они до этого бегали и они понимали что надежды на золотую медаль у них небольшие или просто нет потому что лучше были других американцы и там представители я майки но так случилось что когда были предварительные забеги американцы потеряли эстафету и выбили из игры а те продолжали бежать дальше и когда наступило время финала случилось так что представители я майки потеряли палочку и их не стало и вот эта русская девушка которая последняя бежала она вдруг увидела что впереди никого нет должны быть но никого нет вы не представляете как с какой удвоенной энергии она бежала достигла цели они получили золотые медали с другой стороны сорвновались гимнасты и так получилось что команда они серьезно проигрывали и случилось так что когда они узнали что они проиграть проигрывает один решил что выкладываться вообще не надо и они имели между собой испорченные отношения потому что в команде должен действовать один за все все за одного но почему-то один из них решил зачем тратить силы энергию когда мы все равно уже что-то проиграли то есть он не ожидал что кто-то споткнется кто-то упадет ну мало ли что случится он уже решил что напрягаться не стоит в результате они не остались без ничего поэтому бегите не останавливайтесь наша жизнь в надежных божьих руках и поэтому уповая на бога вы должны это делать правильно и хорошо не останавливаясь и не оглядываясь иначе вы будете неблагонадежны в достижении возвышенных целей видите ли вы себя среди бегущих или вы что-нибудь сделали например отыграли и все и вас не стало цель достигнута друзья мои бегите так чтобы получить следующее правило для бегущих не тащите за собой никакой нож то есть оставьте снимите все что может препятствовать вашему бегу что может замедлять ваш бег а это похоть это мир это грех написано так посему и мы имея вокруг себя такое облако свидетелей сверхнем себя всякая бремя и запинающий нас грех спортсмены никогда не были и не будут безразличны к своей одежде а ничего попало на себя не оденут и не нацепляют потому что у них совершенно другие цели и если цель возвышена то вся жизнь твоя будет упорядочена она будет правильной и благословенной поэтому грех иногда ставит нам какие-то подножки и я не думаю что вы споткнувшись о какой-то камень возьмете его в карман чтобы сохранять как реликвию если вы даже наклонитесь то забросите и и так далеко чтобы больше никогда с ним никто не встретился именно таким наше должно быть отношение к греху запинающий вас грех вы знаете проводя собеседование я спрашивал один из таких основополагающих вопросов что тормозит ваш духовный рост вы знаете как люди отвечают в основном два варианта ответов это заботы или занятость причем люди отвечают это смело ни один даже не сказал что работа обратите внимание на сказал заботы и занятость то есть другими словами это тот что не дает мне возможность развиваться или двигаться вперед но что библия говорит об этом библия говорит что не заботись ни о чем то есть получается то о чем нет не должен думать или переживать это и есть тормозящий мой духовный рост поэтому библия говорит не тащите за собой никакой ноши часто мы берем себе тот что нам совершенно не надо часто мы тащим то что отнимает наши жизненные силы часто люди так отданы суете что для бога для возвышенных целей у них времени практически не бывает но библия говорит бегите так чтобы что получить во имя иисуса следующее что должны знать бегущие это воздержание во всем это правило для бегущих воздержание во всем написано все подвижники или все бегущие все спортсмены воздерживаться от всего те для получения венца тленного а мы какого нетленного значит стоит бежать значит стоит чем-то жертвовать значит стоит упорядочить свою жизнь значит стоит жить отдаваясь и подчиняясь дисциплине вообще сильный человек это не тот который может многое себе позволить но это тот человек который многое или во многом может себе отказать сильный человек это тот человек который хорошо питается и бог желает чтобы мы были сильными во имя иисуса христа потому что что ты ешь таков ты и есть поэтому давайте хотя бы немножко поговорим о духовном питании мы христиане знаем что мы можем питаться молитвой мы можем питаться через слово божье да или нет но делаем мы это питаемся мы этим или нет вот в чем вопрос я хочу сказать вам как можно узнать чем человек живет во первых его хорошо послушать потому что от избытка сердца говорят уста а потом следующий вопрос чем человек вообще живет допустим есть и сказать только о слове божьем что мы можем в результате иметь есть буквально несколько вариантов первый вариант это вы слушаете проповедников и вы питаетесь этим живете можно так рассуждать можно конечно на это есть основание но послушайте если закончилось очередное собрание и вы в течение недели или месяца не говорите об этом слове значит она не проникла внутрь вас и вы не насытились им еще раз если вы не размышляете об услышанном слове значит вы его очень плохо услышали другой вариант тоже вот например что я узнаю просто общаясь с людьми спрашивший человека ну сколько ты в день читаешь библию например но в основном отвечает большинство честно полчаса значит можно сделать вывод что это неплохо к примеру правда неплохо тогда следующий вопрос задаю скажи пожалуйста какое слово открылось тебе за последний месяц огур на это трудно ответить но вопрос в чем если не открылось значит ты и не живешь а почему не живешь потому что у тебя нечем жить потому что чечения неплохо но это пополняются твои знания а когда приходит твою жизнь откровения и достигают твоего духа это тот что приносит благословение и жизнь поэтому важно правильное питание именно от этого зависит наш духовный рост чем питаешься ты и еще несколько вариантов как это бывает практической жизни на основании библии есть люди которые питаются осуждением других рассуждают о других или осуждают других это очень близкие состояния есть люди которых написано что не питаются грехами народа размышляют о том как упал кто когда и сколько вопрос вы в вашей жизни знаете о людях больше положительного или отрицательного это вопрос чтобы узнать чем вы себя питаете почему я это говорю сегодня потому что человек без питания жить не может и если он не питается словом божиим если он не питается через молитву то он будет питаться тем что я сейчас сказал или рассуждениями осуждениями других или грехами других все что происходит с этими людьми они знают о всех всем у них нет никаких авторитетов кроме собственного все нету ни движения ни жизни кроме суда божья это человека ничего не ждет почему потому что каким судом судишь такой такими будешь судимы все но в чем проблема а проблема в том когда нету должного питания то люди поедают друг друга они рассуждают друг о друге и библия предупреждает смотрите чтобы не были съедены друг другом то одних понизили то других и кажется и мы на высоте потому что все остальные ниже нас но это в вашем воображении послушайте пойдите в любой ресторан и послушайте о чем говорят христиане когда они общаются в течение там часа или двух я хочу сказать что я здесь чтобы предупредить вас сказать это вами себе чем сегодня питаешься ты вот это зависит твой бег вот это зависит твой результат вот это зависит твой успех и так воздержание во всем лучше быть один человек сказал так ходячий победа нежели ходячий проблемой воздержание во всем скажите вместе со мной воздержание во всем как у вас есть проблема с воздержанием воздержание во всем почему потому что мы бегаем бежим чтобы получить следующий урок для бегущих постоянные упражнения тренировки постоянство служение богу и людям постоянные упражнения тренировки но я усмиряю и порабощаю тело моем дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным обращается внимание и на себя потому я не просто так это делаю я не делаю это ради других я не делаю это за деньги я это делаю ради бога я усмиряю и порабощаю тело моем дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным спортсмены это люди которые тренируются постоянно вы верите в это и они заставляют они подчиняют свое тело подчиняю свое тело своей воли поэтому удаляясь от мира упражняйте себя в добрых делах упражняйте себя в благочестии развивайте ваши отношения с богом совершенствуйте ваш характер бегите так чтобы получить несколько слов о постоянстве вы заняты воспитанием детей случается ли вашей жизни вот подобное явление когда вы говорите своему ребенку все завтрашнего дня будет все по-другому все с завтрашнего дня начинаем вот твое расписание жди и он ждет приготовился думать все жизнь пропала но на самом деле проходит неделя-две и мы забыли о том что мы предпринимали решали и как бы действовали безусловно наше непостоянство она совершенно не воспитывают наших детей это движение то вперед то назад и так во всех областях жизни представьте себе человека спортсмена который решил на какой-то месяц расслабиться практически ему чтобы восстановиться надо будет несколько месяцев чтобы выйти на тот пик формы которую он потерял вот почему в христианстве не допускается никаких расслаблений потому что мы постоянные мы постоянно заняты мы среди бегущих среди христиан не тех которые просто сложа руки сидят и наблюдают за происходящими событиями христиане это те люди которые пришли с единственной целью чтобы победить поэтому запомните учеба и проповедование без практики делает человека тучным но слабым знания накопляются а сердце становится очень маленьким вот почему бог желает что-то менять в нашей жизни и если мы вышли например на очередное соревнование или мы проходим какой-то через какое-то испытание бог это допускает чтобы закалить и изменить наш характер во имя иисуса поэтому учеба без служения она никогда не сделает человека сильным хочу чтобы меня сейчас услышали как бы я здесь не проповедовал и какие бы проповедники здесь не стояли если вы не заняты служением это вам вряд ли поможет и я еще раз повторяю служение не мне надо но тебе надо подошел и к одному брату из предложил проповедь она вот я вы знаете уже так ну как бы им своим словам уже так расслабился что уже уже смирился со своей судьбой предлагают редко поэтому думаю идет как идет я я хочу вас ободрить пожалуйста не сдавайтесь во имя иисуса во всяком случае вы это делаете не для меня вы это делаете в первую очередь для себя любой проповедник который выходит сюда хотя бы раз в месяц он будет заботиться о своем духовном росте но большинство это не делают они сложили крылья и думают как-нибудь доплывем я еще раз вам скажу что невозможно серьезной победы без участия в служении и в тренировках если вы например много знаете ли многому научились но если вашей жизни отсутствует практика вы специалистом с большой буквы никогда не будете запомнить еще раз никогда это невозможно только учеба объединенная с практикой дает результат благословения и жизнь какое ваше служение сегодня чем вы заняты для других вот вопрос который не может сегодня не волновать вас я хочу вам сказать что когда я был молодым проповедником мне не так часто давали проповедовать но удивительно было то что что довольно часто я сам предлагал себя для проповеди я просил скажите пожалуйста а можно сегодня скажу сколько скажете пять минут пять минут десять десять но если можно пожалуйста дайте мне это лучшие годы были в моей жизни когда здесь что-то горело внутри меня и когда мне не давали это совершенно не влияло на мою судьбу а тем более на моё состояние потому что слово важно иметь а бог даст возможность когда ты сможешь это все передать или изложить другим поэтому останавливаться на полпути нельзя вы скажете а как сегодня происходит сегодня тоже в нашем обществе есть некоторые проповедники которые просят слова но проблема бывает в том что слушатели не желают их слушать то есть я хочу чтобы вы на ситуацию посмотрели с друг с двух сторон когда например я назначил проповедника он проповедует то он не очень серьезно переживает за свое будущее и судьбу но когда сам напросился двойная ответственность тебе не просто надо выйти что-то сказать а сказать так чтобы люди что-то услышали тем более что ты сам напросился а если ты это делаешь но люди ничего не слышат то это твоя проблема но не их работайте над собой в боге есть развитие духовный рост и огромный потенциал которые вы способны и должны реализовать своей жизни я прошу вас так бегите ради чтобы получить послушайте еще одну важную истину если вы заняты служением но вас никогда не интересует результат и цель это жизненный тупик это путь в никуда это служение ради служения которое богу не угодно если вы что-то делаете и вас не интересует результат и вы никогда не заняты вопросом чтобы в следующий раз было лучше то у вас это лучше вряд ли получится на еще раз хочу сказать так бегите чтобы что получить во имя иисуса как я желаю как я желаю чтобы бегущих стало больше чтобы трудящийся стало больше чтобы мы объединили в служении труде чтобы мы использовали все свои возможности и служили благословением для окружающих один человек говорит о себе так он потерял жену который очень любил и вот кроме слез я какое-то время ничего не видел но потом ко мне пришло откровение кто-то ему подсказал это делать и говорит я решил в своей безнадежной ситуации утешать других и он пошел и вы знаете что он делал везде где было похоронное служение он приходил туда и утешал плачущих проходило время пастыр увидел его служение пригласил его в церковь на зарплату и служение это называлось служение утешения он здесь раскрылся еще больше да можно расточать себя в своих печалях но можно служить благословением для других сколько христиан которые кроме стонов и воплей кажется небо от них ничего не слышит но пришло время бога прославить во имя иисуса христа так бегите чтобы получить так бегите чтобы еще кому-то захотелось бежать вы готовы сказать аминь скажите пожалуйста вы будьте увлечены таким бегом если например я вам рассказал помните как этот как этот человек убегал от полиция помните одна женщина она горел так я бежала так от преступника что у меня ноги были на плечах я не знаю что это был забег но я так бежала бежала почему потому что ну смерти боялась послушайте вы будете увлечены бегом если например кто-то там бежит по дорожке там вы становитесь и вы будете созерцать это все я хочу вам сказать кроме человека вас вряд ли этот бег заинтересует но если вы на серьезных соревнованиях если вы видите что люди имеют цель вы невольно будете захвачены этим поэтому пожалуйста так бегите чтобы кому-то захотелось это делать так служите чтобы рядом возле вас кто-то подымался и рос во имя иисуса делайте это от души делайте это как для бога делайте это с любовью во имя иисуса слава богу следующее правило для бегущих бегите достигая цели бегите достигает цели какие были бы наши собрания если бы мы ставили цель и достигали этих целей правда были бы необыкновенные бегите будьте целеустремленной личностью делайте все не для вида не ради людей но ради бога порой лучше меньше сделать но лучше говорят люди так это тоже бег за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь ваш бег он должен быть правильный тот кто бежит и оглядывается назад он неблагонадежен больше того он может получать травмы падение неизбежны поэтому не оглядывайся на мир не оглядывайся назад беги так чтобы тебя и получить апостол палаты потому я бегу не так как на неверные я это делаю никак не будь бьюсь не так чтобы бить только воздух но усмиряю и порабощаю тело моё дабы проповедуя другим самому не остаться что недостойным я уже сказал что для каждой из нас есть сфера есть призвание и в этом призвании мы должны реализовать себя так чтобы быть лучшим примером для остальных еще целеустремленный бег он вызывает определенные эмоции или положительные или отрицательные вы согласны вы готовы сказать аминь бег ради цели и если вы видели бегущих или какие-либо соревнования то там бывает обычно два результата тот кто выиграл он сияет от счастья а кто проиграл что он делает очень часто особенно женщины что делают плачут почему это происходит потому что бег ради цели он вызывает какие-то эмоции если вы целеустремленные если у вас есть цель если вы бегите не ради то чтобы шум издавать и не идете в церковь чтобы просто с кем-нибудь пообщаться то у вас будут определенные эмоции вы будете сиять от счастья или вы будете рыдать от потерь я хочу чтобы дух святой просто открыл тебе и мне каждому из нас наше личное состояние пред богом у нас возвышенные цели вы знаете почему сильные люди даже спортсмены плачут на это есть веские причины я скажу вам некоторые из них первая причина что если он или она проиграла и она плачет то все кто видит эту ситуацию они понимают здесь была положена большая жертва здесь было обилие тренировок и жертв и поэтому плачет она не случайно потому что она бежала потому что у нее была цель но венец восхитил кто-то иной и она понимая вот этот момент она начинает сокрушаться и плакать послушайте если служение ваше богу правильное если она достаточно жертвенное то вашей жизни будут присутствовать положительные или отрицательные эмоции и вы придя в очередное собрание не достигнув цели вы будете реагировать соответственно вы не будете идти домой как обычно вы это делаете вы сделаете выводы и скажете что то в моей жизни должно измениться я должен изменить свое отношение к молитве и к посту но в следующий раз когда мы встретимся служение будет другим она будет лучшим во имя иисуса во имя иисуса что-то произойдет непременно я на этом не становлюсь а тот что кто-то впереди пробежал это только добавит мне ревности по вечному и святому богу я знаю у меня есть добрые примеры я буду этим примером подражать я буду побеждать во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса обратите внимание на жизнь иисуса христа вы помните ее слова и слезы он однажды сказал так о иерусалим иерусалим избивающий пророков и посланных тебе сколько раз я хотел собрать вас как птица пницу под крылья свои но дальше что написано но вы не захотели вот правильный бег вот правильное движение к цели он говорит я жертвовал всем ради вас ради тебя иерусалим я жертвовал временем я жертвовал силами я жертвовал здоровьем я расточал тебя ради тебя иерусалим и сейчас когда я приближаюсь к финишу я делаю вывод для себя но вы не захотели какая трагедия люди которые бегут как на ристалище которые жертвуют многим ради бога они непременно будут переживать подобные моменты в своей жизни это было печаль это было горечь души это то что разбивал ее сердце потому что он бежал он показывал пример как надо бежать на последователей было не так много и что меня удивляет в нем когда большинство разбежалась и остановились в своем беге он продолжил свой бег он прошел через голгофу ничто не остановило его и он победил слава ему во веки веков так бегите чтобы что получить если вы нуждаетесь в спасении беги спасай свою душу когда-то бог говорил лоту поспешай спасайся на гору ибо я не могу совершить дело свое пока ты не пойдешь туда у бога есть план на твою жизнь и цель и бог сегодня тебе говорит если ты ничего серьезно не предпримешь если ты не встанешь и не пойдешь без не оглядываясь назад если ты не будешь поспешать в вопросе вечности и спасения то беда ожидая тебя в твоей жизни но богат я тороплю тебя я долго терплю тебя чтобы ты смог подняться и уйти во имя иисуса во имя иисуса если ты нуждаешься в крещении беги так чтобы получить если ты нуждаешься в освящении беги так чтобы этим обладать если ты нуждаешься в изменении своего характера беги так чтобы этим жить во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса да благословит наш бог чтобы нам победить и встретиться у но христа у меня есть такое стих такой который я очень люблю беги не так что бить лишь только в воздух не надо что-то делать ради людского ока сделать что-нибудь для себя начинай с молитвы помолись за для себя начинай молиться для себя твоя жизнь духовная серьезно изменится беги не так что бить лишь только воздух живи не для того чтоб время убивать сколько потеряно времени особенно среди молодежи кто может возвратить это никто никто и никогда живи не для того чтоб время убивать но чтобы свет твой видел друг и не друг чтобы на земле чтобы на земле иисуса прославлять так хочется мне сказать братья и сестры хочется так пробежать это поприще земное чтобы быть добрым примером для остальных чтобы еще кто-то поднялся и начал этот благословенный бег в конце которого ожидает благословение нас и награда во имя иисуса один еще один пример один пловец американский falls он завел 8 медали золотых на олимпиаде конечно он был окружен большим вниманием и много вопросов спрашивали у него и один из них был когда ты закончишь какой следующий этап в твоей жизни вы знаете как он ответил он сказал я сделал только первый шаг своей цели многие на этом заканчивают им уже больше ничего не надо но уважаемые жизнь то у него и у нас продолжается независимо каких вы высот достигли ваша жизнь продолжается вы меня слышите почему он так сказал потому что следующее что он сказал вот мое желание чтобы вся америка плавала мое желание чтобы все американцы увлеклись плеть этим плаванием так чтобы они просто поплыли поплыли он через это проповедует здоровый образ жизни а мы проповедуем иисуса христа распятого бегите иисус это единство личность которая не обманет рассчитается за все сполна то что бог обещал ты непременно получишь и награда придет после борьбы после труда после трудных пройденных дорог во имя иисуса я желаю чтобы наша церковь она выступала стройно я желаю чтобы наша церковь и каждый член нашей церкви он знал свое место свое призвание и труд мое желание чтобы в церкви живой поток все трудились для славы божией причем достигая результата и плода я желаю чтобы наше служение богу и людям было благословенным и эффективным вы это желаете если да то я прошу вас ради бога так бегите чтобы получить я заканчиваю свою проповедь и хочу просто прочитать несколько стихов и мы будем молиться здесь речь идет за апостола павла он говорит так александр медник много сделал мне зла да воздаст ему господь по делам его другими словами я ему воздавать не собираюсь но он будет дело иметь с богом берись и ты его чтобы потому что он противился нашим словам сильно предупреждает при первом моем ответе никого не было со мною но все меня оставили да не уменит им бог бежали вместе а потом начались теряться бегущие один за другим ситуация кажется была критическая но смотрите как действует павел господь же предстал мне и укрепил меня дабы через меня утвердилось благовестие услышали все язычники и я избавился от львиных челюстей слава иисусу скажите слава иисусу вы когда все ставили меня я продолжал бежать и когда мне угрожала смертельная опасность явился мне сам бог и укрепил меня я желаю чтобы когда вы будете молиться чтобы вы получили укрепление от бога если вы не видите на вашем уровне добрых примеров для подражания если на вашем уровне нету человека который тянет тебя или увлекает вперед я хочу чтобы это сделал христос силой святого духа для блага твоей души я в это верю и я говорю это на основании библии чтобы вам было понятно то что я сейчас говорю я хочу вам еще раз сказать несколько слов за олимпиаду было огромное искушение в каждого бегущего принят допинг допинг вы понимаете чем я говорю большое искушение почему потому что цель какая выиграть иногда любыми путями что я нахожу какую параллельно христианстве и когда люди выиграли например китайцы то некоторые начали сомневаться и уже здесь быть серьезно медицина это невозможно народная или какая-то но здесь какая-то медицина поработала когда в христианстве начинают серьезные проявления бог начинает действовать что люди мира говорят они это наверное гипноз здесь ну так это я когда слышу думаю удивляясь если вы верите в гипноз то на каком основании вы бога отвергаете если вы верите сверхъестественную силу то почему на каком основании вы бога отвергаете вот чем вопрос здесь что-то нечистое но победа она есть победа она красива она окрыляет где нет победы там нет радости нет радости там нет жизни так бегите чтобы вам получить но что я знаю о себе у нас какая наша привилегия как христиан что мы можем обладать мы можем этот допинг иметь причем такой что никакая супер современная медицина и никогда не обнаружит никогда потому что это сила святого духа исходящая от бога аллилуйя но предстал не сам бог это не я павел говорит это не я это не то что у меня получилось без божьей помощи я бы не выдержал не устоял но явился мне бог чтобы защитить благовествование чтобы постоять за своих чтобы укрепить чтобы благословить во имя иисуса когда ваши силы иссякают когда кажется нет сил подняться и бежать я прошу вас ради бога не забывайте вот это явление явление духа святого явление духа святого его силы когда дух святой приходит что-то происходит в нашей жизни и что-то меняется в нашем служении аллилуйя слава иисусу вот почему у меня есть надежда что мы добежим что у нас получится не потому что мы лучше других потому что у нас есть бог у нас есть цель у нас есть направление слава иисусу христу только пожалуйста не останавливаясь на полпути им продолжайте свой бег в этом наша надежда и в этом наше утешение я вспоминаю пророка илию помните пророка илиюн да он низводил огонь с неба это было чудо но не менее не менее прекрасней было чудо когда он бежал впереди царской колеснице царской аминь послушайте царской кони как-нибудь не бегают это была лучшая конница на когда что-то произошло в жизни ли когда дух святой сошел на него он получил такое ускорение что он бежал впереди царской колесницы когда придет это в твою жизнь тогда ты будешь успевать то что ты сегодня супер современной машиной своей не успеваешь аллилуйя аллилуйя и без этой силы мы вряд ли выиграем бег вряд ли у нас получится и бог эту силу предлагает а мне случайно от возьми мою благодать и дары и беги так и беги так чтобы получить другие этого не знают они будут удивляться твоему поведению твоему действию твоим разговором а ты скажешь явился мне бог и укрепил меня давление было серьезное но есть на небе бог который помог мне он сегодня желает помочь нам он сегодня желает благословить тебя во имя иисуса христа поклонись ему и прославь его ему вся слава ныне и во веки веков аминь